Кхм-кхм, пам-пам. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня поговорим о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Пам-пам. Сначала вот новость-анонс, объявление даже. Как многие из вас знают, с 3 по 6 октября в Москве пройдут выставки-игромиры Комик-Кон, которые, несмотря на всё, что происходит в стране, продолжают упорно расти и развиваться. И в этом году взята новая вершина. Я там буду выступать. Дождался, Русланчик! Короче, как было дело. Ко мне пришли ребята из онлайн-кинотеатра и вершина. Руслан, мы впервые приходим на Комик-Кон со всей киновселенной Марвел на Иви. А кто лучше тебя разбирается в Марвел? Отвечаю на ваш вопрос, Кьюбайт, но продолжайте. В итоге, 4 октября я буду на стенде Иви, и там будет... Ну всё. И небольшую встречу проведём с вами по очень важной теме. Фото, автограф, сессии, кому это интересно. Квест на знание Марвел с призами, там, лутбоксами, коллекционными фигурками. Неплохими весьма. Обязательно приходите, всем буду рад. А если вы ещё не успели купить билет, но готовы приехать на выставку, то и для вас есть хорошая новость. У меня есть несколько проходок, и я их готов разыграть по весьма простой схеме. Базовая часть задания — это быть подписанным на канал и лайкнуть это видео. А творческая часть конкурса — это в комментариях ответить на следующий философский вопрос. Вот представьте, что однажды Мстители победят всех злодеев, и супергероя больше не понадобятся. Чем они тогда будут заниматься? В каких областях жизни пригодится магия Доктора Стрэнджа? Уменьшаемость Человека-муравья? Грустный взгляд Ванды? И все остальные суперспособности других героев. Напишите, чем они будут заниматься. Освежить свои знания о героях и их способностях можно прямо сейчас в онлайн-кинотеатре и... Так как у них есть вся киновселенная Марвел. Вся. Тут много фильмов. Короче, проявите фантазию остроумия, и я выберу трех победителей, которые получат билет на любой день Игромира и Комик-Кона. Лучше всего, конечно же, приходите 4 октября, чтобы я вот лично в ваши ясные глаза посмотрел. Но если вы решите прийти 5-го числа, чтобы погреться в лучах гения Кодзимы, то я не осуждаю. Ну, если только немножко. Ознакомиться с правилами и нюансами конкурса можно в описании. Удачи вам! Пам-пам! Следующая новость. Помните новость о том, что KFC начали продавать тестово свои баскеты с курицей из искусственного мяса? Макдоналдс в Канаде тоже пробует то же самое с бургерами. Ну, а наш это что? Спросит мой патриотичный зритель, кстати. Ставь лайк, если любишь Россию. Так вот, не все потеряно. Наши ученые недавно завершили двухлетнюю серию экспериментов, в ходе которых получили котлету из искусственного мяса весом в 40 грамм. Потратили на это 900 тысяч рублей. То есть, да, 22,5 тысячи рублей за грамм мяса. Ну, чисто можно выбрать 40 грамм искусственного мяса или 300 грамм золота. Какой бы офигенный видос получился. Хлопнул бургер за 900 тысяч за здоровье отечественной науки. Мясо можно было и побольше, чем 40 грамм положить. На самом деле, все не так плохо, как звучит. То мясо, которое используют в США и Канаде, там, от фирмы Beyond Meat или от их конкурентов, это мясо-заменитель, искусственное мясо на растительной основе. То есть, оно для тех, кто не хочет есть мясо по какой-то там моральной причине, но Big Mac заточить хочется. А вот московский очаковский комбинат пищевых добавок реально вырастили в пробирке кусок искусственного мяса. Они прям взяли корову, отрезали от нее кусок, положили это в питательную среду и выросло еще больше мяса из этого. Отдельно от коровы. Опять же, технология не уникальна, не новая. Такие аналоги существуют. Но здесь как бы все свое. То есть, если этим заниматься, то не нужно будет закупать эту питательную среду за границей, за безумные деньги. Можно спокойно сидеть внутри России и растить себе мясо. Теория, это позволит бороться с голодом, это позволит меньше коров убивать. И это все еще реальное мясо. То есть, оно настоящее мясо, оно такое же на вкус, оно с более контролируемым составом, оно лучше хранится, потому что реально оно в лабораторных условиях создается. Сейчас, конечно, такое мясо очень дорого будет стоить, но со временем как бы технология будет развиваться. Обещать, что в магазины поступят, ну, примерно в 23-м году. Посмотрим, что получится. Мне две вещи волнуют. Во-первых, я хочу попробовать. А во-вторых, ну вот представьте, они начнут бесконтрольно выращивать искусственное мясо. И какое количество коров лишится своей работы. Цели в жизни. Пам-пам, продолжаем тему искусственного. Приговоры по московскому делу. Нет, об этом будет попозже. Я немного с опозданием нашел это видео, но оно очень интересно, я решил с вами поделиться. Есть такой проект OpenAI. Это в Сан-Франциско исследовательский центр, который разрабатывает искусственный интеллект. И если там была новость о том, что искусственный интеллект выиграл профессиональных игроков в Доту 2, это вот эти ребята. Вот на этом видео, которое вышло в конце сентября, показали, как нейросеть училась сама с собой играть в прятки. То есть изначально были синие человечки, у которых цель прятаться, и красные человечки, которые должны их искать. И дальше начинается бесконечный цикл игр, где нейросеть обучается. Можно прям по этапам посмотреть, как там. Синие научились блокировать комнату, чтобы к ним не проходили, а потом красные научились перебираться через стену. И так дальше, дальше. То есть одни изобретают одну стратегию, другие придумывают, как эту стратегию обойти. Такая прям ускоренная эволюция, но из-за того, что это делается на примере обычной игры в прятки, это как-то, наверное, более доступно и понятно, и поэтому интереснее. В итоге синие пришли к финальной стратегии, где они из блоков выстраивали себе небольшой форт, где их не могли найти красные. Но я вот что подумал, что интересно, ролик прикольный и производит впечатление, как нейросеть всем учится, но становится понятно, что это не настоящий искусственный интеллект. То есть нейросеть это просто повторение одного и того же за закреплением положительного результата. Ведь очевидно, что для синих есть куда более простой способ выиграть. Они должны форт строить не вокруг себя, а они должны красных запереть, а дальше свободно гулять. Но нейросеть, она работает только по тем правилам, которые ей задали, и вне рамок этого не способна мыслить. Поэтому это не интеллект настоящий. Чтобы такой искусственный интеллект захватил мир, кто должен ему изначально поставить такую цель, и потом он еще миллион раз попытается это сделать, пока у него не получится. Короче, можно пока не бояться восстания машин, по крайней мере в прятках. Пам-пам, заговорил о восстании машин, вспомнил, что наконец-то показали геймплей за Терминатора в Mortal Kombat 11, и он выглядит офигенно. Единственное, очень жалко, что им, видимо, не хватило денег на оригинальный саундтрек из Терминатора и на голос Швацнеггера. Что странно, потому что он сейчас в любую херню вписывается. Что странно, потому что он сейчас в любую херню вписывается. Пам-пам! Презентовано, получается, восьмое или девятое поколение экшн-камер GoPro под названием GoPro 8. Там было поколение 3+, и я не знаю, вот оно считается каноном или нет. И я не знаю, что мне делать со своей 3+, в 2019 году. И что мне делать со своей GoPro 5. Потому что я ее купил до того, как узнал, что это самое неудачное поколение. Но не суть. Суть в том, чем новые-то хороши. Две камеры показали. GoPro 8 и новую камеру в 360 градусов. Она называется GoPro Max теперь. Там все по классике. Еще больше кадров в секунду, еще выше разрешение, еще стабильнее стабильность и офигенный презентационный ролик, который можно смотреть только с одной мыслью в голове. Вот здесь бы я сдох. Тут бы я точно умер. Вот это не для меня, это страшно слишком. Почему-то производители GoPro только в этом году перестали стесняться, что их камерами пользуются не только профессиональные атлеты без инстинкта самосохранения, но еще и обычные, ну, санные блогеры. Поэтому они специально сделали такой набор аксессуаров для того, чтобы удобнее было самому себя снимать. И если вот этот весь фулл сет собрать, то все сразу поймут, что у тебя есть деньги. Осталось только сверху Gucci написать, и все инстасамки купят. Вообще, если вы не следите, то в этом году все производители камер внезапно осознали, что видеоблог — это не только картинка, но еще и звук. У GoPro появился вот этот вот видеоблогерский экзоскелет, а у Sony и Canon в их, скажем так, классических блогерских камерах, наконец-то, в 2019 году появилась такая безумная новинка, как вход для микрофона. Типа у меня Canon'овская камера есть, и здесь нет входа для микрофона, поэтому у меня вот сверху такая мохнатая штука, чтобы хотя бы от ветра защищать встроенный микрофон. А теперь, как бы, наконец-то, они в 2019 году добавили штуку, чтобы можно было внешний микрофон воткнуть и по-человечески снимать. Почему они раньше это не сделали? Ну, скорее всего, чтобы добавить позже, и был повод купить новую версию. Касательно GoPro Max с камерой 360 градусов. Тут как бы, как со всеми остальными камерами 360 градусов, они нафиг не нужны в большинстве случаев, но в некоторых ситуациях можно сделать безумно крутые и уникальные кадры, если знать, как правильно пользоваться такой камерой. Вот когда у меня выйдет ролик с Северного полюса, я надеюсь, что это хотя бы в этом месяце будет, там в нескольких моментах использована камера 360, и она дает те кадры, которые другим способом, ну, невозможно или очень-очень сложно сделать. Короче, какой вывод я делаю? Новый GoPro. Клево. Да, зашибись. Новый Sony, Canon, Panasonic. Да, всех хорошие камеры. С радостью бы на них снимал. Присылайте мне их, пожалуйста. Пам-пам. В заключении несколько слов про московское дело. Если вы вдруг не в курсе, то в описании будет ссылка. Там перечислены все люди, которые там каким-то образом не так посмотрели или дунули на росгвардейцев в Москве, и в итоге им там какие-то безумные сроки выписали. Кирилл Жуков попытался поднять забрало на шлеме у росгвардейца, ему дали за это три года колонии. Я уже говорил и еще раз повторил, что на митингах представители власти, ну, не надо трогать, это прям, они реально как будто сахарные. Но опять же бывают ситуации, как с Павлом Устиновым, который подозрительно стоял у метро, и на него просто навалились росгвардейцы и вывихнули себе плечо. Но вот даже если допустить, что кто-то из осужденных по московскому делу действительно что-то сделал, то наказание, ну, совершенно несоразмерно. Вот если бы я судил Кирилла Жукова, который забрал, пытался его шлем поднять, да, какое наказание за это может быть? Мне кажется, только одно. Нужно на него надеть шлем и подвести полк росгвардейцев, чтобы они дергали в ответ. Нравится, да? Нравится, когда так вот делают, а? Ну не три года же. То есть просто получается какая-то очень высокая входная планка, не находите, да? Дернул-забрал, три года. Сломал мизинец на ноге, десять лет. Сломал руку росгвардейцу случайно. Расстрелять. Так очень быстро можно упереться в потолок наказания. То есть дальше что? Двойной расстрел. Выселение всех родственников. На Донбасс? По этой теме, возможно, у кого-то из вас возник вопрос. Я участвовал в перформансе Оксимирона «Сядь за текст», где онлайн люди зачитывали фрагменты текстов, классиков, за которые сейчас, ну, вполне возможно получить какой-нибудь срок. И на обломках самовласти. Смерть детей. Не подчиняться несправедливым законам. Уничтожение свинья. Немытая Россия. Цензура. Ну вот к администрации президента, где сейчас в любую погоду, каждый день стоит очередь людей в одиночный пикет. Собственно, они изначально и отстояли Павла Устинова. Я туда не вышел, а с плакатом не постоял. Как же так? Вот ты там поучаствовал, а здесь не поучаствовал? Я тоже задал себе этот вопрос. В чем для меня отличие этих двух демонстраций, скажем так, в своей позиции? Понял, что лаконично это не ответить. А заливать здесь политикой тоже не хотелось как-то сильно. Поэтому я решил такое небольшое полотно постануть себе в телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании. А здесь я, наверное, ограничусь тем, что лишь выражу свое уважение тем, кто каждый день стоит в очереди в одиночный пикет у администрации президента. Тем актерам, которые, несмотря на какие-то возможные последствия для своей карьеры, не боятся выражать свою позицию. К тому же Павлу Устину, который, когда его освободили, он не залег на дно. Он сам пришел поддержать других осужденных и тех, кто пришел на митинг 29-го. Это, ну не знаю, такие люди и такая движуха как-то вдохновляет. Пам-пам. А дальше все. Это все новости на сегодня. Напоминаю, что лично с вами можно встретиться 4 октября на Комик-коне. Освежайте свои знания о героях Марвел по ссылке в описании. Пишите комментарии остроумный. Выигрывайте билет. Как всегда, с вами был Руслан Усачев, надеющийся на ваши лайки, колокольчики и подписки. Пока.